Миссия ОБСЕ подтверждает уменьшение, хоть и незначительное, количество обстрелов в зоне АТО. Об этом говорится в официальном отчете миссии. На Донецком и Луганском направлениях наблюдатели зафиксировали около 80 взрывов. Обстрелы чаще всего велись неподалеку Широкина, Авдеевки и Станицы Луганской. О ситуации на передовой и настроениях украинских бойцов расскажет Геннадий Вивданка. Кроме несения воинской службы занимается еще параллельное творчество. Вот, к примеру, рисуют на наступательных гранатах РГД-5 вот такие смайлики. Воинское творчество. Все все понимают, то есть люди рамотные, освещенные, понимают, что на данный момент переводить в активные боевые действия пока что в нас не имеет смысла. Потому что воевать мы всегда, но пока что нужно дотриматься всех международных договоров, которые подписывает наша держава. Несколько раз под Авдеевкой били из 82-мм минометов, потом из стрелкового вооружения. Украинские бойцы пока не отвечают. Одиночные выстрелы проводятся. Мы делаем доповедь на штаб батальона. Пока что на провокации мы не ведем. Эта позиция под Авдеевкой, как говорят военные, находится на самом нуле. Она зажата по бокам окопами боевиков. До них буквально десятки метров. Иногда выходят где-то так на вылазку, кричат там в леску, хорошо слышно. Напиваются, кричат укропы. Нам, что мы хорошие, я сильный очень. Боец позывным Одесса, родом из этого города. На ремне автомата его побратима написано «Украина, моя земля». В объявленном уже здесь в который раз перемирие тут никто не верит. Вообще-то еще 5 сентября 2014 года перемирие объявили. Что-то его уже три года нет этого перемирия. Вы же сами это понимаете, вроде все взрослые люди, грамотные образования. И слышите, и видите. Тем временем в подконтрольной Украине части Донбасса продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры. В частности, возле Краматорска строят площадку для нового предприятия. Уже приобрели немецкую мобильную установку для утилизации ртутных ламп. Мы рассчитываем так, что центром этой установки будет место Краматорск. Эта установка может кладиться услуги для не только Донецкой области, а и областей, которые есть наши смежные. Это Днепропетровская область, Харьковская область, Луганская область. Геннадий Вивденко, Богдан Савруцкий, Сергей Байдала. Подробности телеканал Интер из Донецкой области.